Христос воскресе Архиепископ Иоанн, Пасха, 1960 год Когда слышишь о Гонконге, первое, что приходит на ум, приверженность британским традициям после установления здесь английской колонии. Конечно же, высоченные небоскребы, самая развитая банковская система и сказочные драконы, которых тут почитают и относятся к ним крайне серьезно. Это, конечно, и родственная близость с Китаем, старшим братом, отцом и матерью Гонконга. И мало кто интересуется, как здесь обстоит дело с христианством. Тем более, что традиционными религиями Гонконга считаются даосизм и буддизм. Тем неожиданнее и интереснее было услышать о живом христианстве в этой стране. По некоторым данным, в Гонконге более полумиллиона католиков, 300 тысяч протестантов. Есть и православная церковь, принадлежащая московскому патриархату. Православный приход расположился на 12 этаже в небоскребе в самом центре города. Настоятель храма протеерей Дионисий Позняев говорит, что такое здесь не редкость. Это действительно так для большинства христианских общин. Конечно, и англиканская церковь, и католическая здесь начали свое присутствие намного раньше, чем православная. И есть отдельно стоящие храмы, но для большинства новообразующихся общин это довольно типично. И это действительно, видимо, единственный вариант существования для нас, потому что для нас важно расположение в центре, здесь невозможно купить землю, невозможно что-то сейчас построить, если не потратить десятки миллионов долларов. Но вот по нашей скромности, единственный возможный вариант – это офисное помещение. Ваш храм назван в честь святых апостолов Петра и Павла. Почему вы выбрали именно их? Нужно сказать, что я ничего не выбирал здесь. Мы претендуем на историческое преемство. Здесь существовал приход с 1934 года, и его деятельность прервалась в 1973. И вот через 30 лет после этого возобновилась с тем же именем апостолов Петра и Павла. И мне кажется, что это первоверховный апостол, и что с точки зрения миссионерства тоже достаточно удачно. Но с другой стороны, конечно, хотелось бы видеть хотя бы один храм, который был бы освящен в память китайских святых, священномученика Митрофана или мучеников восстания Хэтуани. Но надеемся, что это будущее может быть в пределах континентального Китая. Из чего состоит рабочий день священника в Гонконге? Как он строится? Я сомневаюсь в том, что здесь есть смысл проводить службы каждый день, ведь прихожан не так много. Мы служим на самом деле ежедневно. Если не литургию, то мы стараемся служить вечернюю или утреннюю. И не всегда даже кто-то бывает на этих службах, но это возможность для людей прийти. И люди приходят, и за пределами служб мы еще и беседуем, конечно. А работа священника здесь связана прежде всего с богослужением, как это должно быть. Плюс мы ходим в тюрьмы, посещаем наших заключенных. Здесь есть некоторое количество соотечественников, которые в тюрьме сидят. Не всегда в храме, конечно, находишься. Общаешься и с католиками, и с протестантами местными, и с учебными заведениями, с университетами. И это тоже занимает время. Я смелюсь предположить, что большая часть прихожан вашего храма – это русские люди, тем или иным образом оказавшиеся в Гонконге. Что они ищут и что находят вас в храме? Совершенно верно говорите. Три четверти наших прихожан – это русские прихожане. Четверть, наверное, из небольшого количества наших прихожан – это китайцы. Но я всегда смотрю на этот вопрос следующим образом. Русские люди вряд ли постоянно находятся в Гонконге. И, скорее всего, поработают 15, 20, 30 лет и уедут. Местные жители, китайцы – те, кто здесь остается постоянно. Поэтому я считаю, что основная задача нашего прихода – это миссионерское служение среди китайцев. А работа с отечественниками – это то естественное, что само собой происходит. Хотя, конечно, об этой работе тоже нужно думать. Потому что русским людям не хватает общения на родном языке. Но, говоря о том, что люди от церкви в принципе могут получить, я бы, наверное, уходил от социальной сферы и от специфики какого-то клуба по тем или иным интересам. И более бы обращал внимание именно на духовную нужду. Ну, а что мы готовы? Мы готовы просто общаться с людьми, принимать их, слушать, сочувствовать. В меру нашего духовного опыта пытаться отвечать на их вопросы, если они будут. Так или иначе, мы действительно открыты. Хотя, помимо богослужения и, собственно, церковного служения как такового, мы, конечно, что-то пытаемся делать в культурной сфере. Но культура здесь как вспомогательная стратегия для нас существует, так скажем. В Гонконге сотнями тысячи исчисляются католики, очень много протестантов, и есть Русская Православная Церковь. В чем нуждается на сегодня приход Русской Православной Церкви в Гонконге больше всего? Русская Православная Церковь пришла в Гонконг по сравнению с англиканами, по сравнению с католиками намного позже. Русская Православная Церковь пришла в варианте эмигрантской церкви, ограниченной в своих ресурсах, как материальных, так и человеческих. И если бы столько же вкладывалось, сколько вкладывается католиками и протестантами, я уверен, что успех был бы не меньшим. И проблема лишь в том, что достаточного отклика со стороны в широком смысле Русской Православной Церкви, русского общества в теме православия в Гонконге и православия шире в Китае на самом деле всегда не хватало. Этот вопрос зарплаты – это тот инструмент, который на самом деле дает возможность нам действовать. Потому что в каком направлении действовать мы знаем, умеем это делать, имея и собственный опыт, и хорошие примеры перед глазами. Но мы действительно ограничены в ресурсах материальных прежде всего и, как следствие, в человеческих. Как раз в связи с тем, что не хватает, я бы хотела, чтобы вы рассказали о том, что, с моей точки зрения, является пока хобби. Это перевод православной литературы на китайский язык. Насколько велика в этом потребность или заинтересованность, или это просто действительно ваше увлечение? Прежде всего, я не переводчик, я только здесь администратор. Но это мой ответ на действительно существующую нужду. Я считаю, что главный недостаток, который сейчас есть в подходе к миссии в китайском мире, так скажем, широко, в недостаточном количестве материалов, в недостаточном количестве текста, который может быть и должен быть конвертирован в разные форматы, аудиоформаты, медиаформаты. Но прежде всего, это текст. Не так много переводов. И вся российская духовная миссия в Китае за все время ее существования сделала, на самом деле, не так уж много. Особенно, если это мы сравниваем, опять же, с западными христианами. Даже богослужебные тексты не целиком переведены, а о катохизических текстах, о вероучительных забота была намного более меньшей. Вот мы стараемся это и восполнить, и за 14 лет, наверное, более 100 наименований книг переведены. Как вышло, что вы стали переводчиком? В 2009 году я поступил в университет. Я выбрал русский язык как мою специальность. Но потом, после окончания университета, отец Тианиси пригласил меня в Гонконг работать переводчиком. Не могу не спросить вас о, как мне кажется, очень редком китайском именем в России. Это не китайское имя. Конечно, не китайское имя. Это русское имя. Когда я учился в школе, я читал Достоевского. И да, мне очень понравились братья Карамазовы. И вот особенно старец Зосима, он оставил у меня очень сильное впечатление. И вот фигура мне очень понравилась. Потом узнал, что прототип старца Зосимы – это старец Амброси в Оптинске. Ну вот, выбрал такое имя. Скажите, пожалуйста, сколько вы уже книг перевели? Ну, думаю, уже десятки разных объемов. Десятки книг. Ну, в том числе есть, ну, большая такая книга «Таинство веры». Это книга в латыки Илариона Влаголамского. Там еще есть «Что такое православие?». Это книга патриархата для китайских эмигрантов в России. Вот вы называете такие книги «Что такое православие?». А есть потребность в таких книгах у китайцев и в Гонконге? У китайцев и в Гонконге, я думаю, есть. Потому что люди, ну, теперь интересуются православием, но ресурсов мало, материалов мало. Поэтому люди тоже, ну, люди читают. Алтарь, клирос, салия, иконы, лампадки. И, конечно, священники и прихожане. Несколько лет назад вы, китаец, решили стать священником. Почему? Ну, у каждого священника своя судьба. Когда я работал в Москве, когда я с друзьями посвящал храм, потом постепенно, постепенно, какой-то план стал яснее. Я чувствую, мне, надо здесь какое-то священное дело. Даже до рукоположения, я ощущаю точно, у меня нет плана, что я буду священником. Потом, когда я учился в семинарии, и нашим траболит, спросил, хочет ли я стать священником. Я согласился. Есть еще один человек, без которого жизнь прихода была бы неполной. Это жена отца Дионисия, матушка Кира. Дома своего не было, прихода тоже не было, что давало силы в этой ситуации. Ну, когда ты уезжаешь куда-то молодым, наверное, у тебя еще нет каких-то сильно устоявшихся привычек, и ты не настолько капризен. Поэтому в 33 года это было сделано достаточно легко. Все в захлеб, все в новинку, все интересно. Интересно было смотреть, как дети вживают всю эту среду. Интересно было смотреть, как собираются люди, как формируется приход, сколько энтузиазма вокруг, какие неожиданные встречи. Очень было интересно с самого-самого начала. Это, наверное, и давало силы. Учитывая состав прихода, довольно большое количество гонконгцев и китайцев. Чем их можно заинтересовать? Вот какая-то есть такая жизнь, в которой их можно заинтересовать? Мне кажется, местное население приходит в основном как раз за службой. Их интересует не столько общение, сколько вещи духовные. Как правило, это люди, у которых уже есть какой-то христианский бэкграунд, либо из католиков, либо из протестантов. И вот здесь они увидели что-то более серьезное, что-то более глубокое. Прошло 14 лет. У вас есть ответ на вопрос, нужна ли в Гонконге русская православная церковь? Гонконгу нужна православная церковь как таковая. Исторически сложилось так, что именно русская православная церковь начала пробовать православие здесь. Я полагаю, что это то, что может быть продолжено. И Гонконг важен сам по себе, как место православной проповеди, но не только лишь. Гонконг важен как мост, соединяющий вселенское православие с православием в Китае. И исторически именно попечение православия в Китае несла русская православная церковь. Мне кажется, нет смысла поднимать данный вопрос. Почему я так говорю? Если мы почитаем историю православия в Китае, то выясним, что наша православная церковь ничем не уступает католической или протестантской. За 300 лет многие русские священнослужители, епископы проделали большую работу. Как, например, святитель Гурий. Они много переводили. К тому же они очень хорошо понимали китайскую культуру. У них были очень близкие отношения с китайскими верующими. Однако по разным причинам на некоторое время проповедь православия прекратилась. Сейчас же все наши священнослужители, церковнослужители, все мы должны сами прилагать усилия, потому что это Божье дело. И не нужно искать внешних причин неудач. Единственное, что нам нужно делать, по мере сил, по мере возможностей, внести свой скромный вклад в это дело. Будем ли мы успешны или нет, это решит Господь. Господь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»